Здравствуйте, сударыни и судари! Встречаются такие спорщики, уверяют, должно быть так, а не иначе. А мне кажется, нужно непременно сомневаться, и если обрывает сомнения, то проводить опыты. К примеру, много споров вызвала вот эта тема. Можно обрывать корешочек при пикировке томата или не обрывать. Я перерылом довольно много книг. Вот, к примеру, книга Сергея Гавриша «Томаты». Открываю. Здесь говорится о пикировке. В почве делают ямку глубиной 5-6 см, которую по 7 долей опускает сельниц. Необходимо следить, чтобы корешок не загибался вверх. Почву вокруг подсемидольного колена пальцами слегка уплотняют, чтобы корни растения имели с ней хороший контакт. И ни слова не говорится о том, что нужно обрезать корневую систему. Ну, мне тут вот что кажется. Всё-таки здесь идёт разговор о выращивании томатов промышленным способом. Где уж тут возможность укорачивать корешочек. Конечно, не так-то просто. Книга Анастасии Трофимовны Лебедевой, кандидата сельскохозяйственных наук. Я очень её уважаю, потому что её советы и подсказки часто открывают глаза на, казалось бы, знакомые вещи. К примеру, я до знакомства с её книгой не знала, что, оказывается, есть растения, которые не могут расти в нашем климате. Смотришь, продают, допустим, какой-то сорт, а он рассчитан на выращивание где-то в тёплых краях, а не в Сибири. И вот в книге Лебедевой «Ошибки и неудачи огородника, как их избежать», об этом и говорится. Если читаешь, многое открываешь для себя. И вот. Чтобы корни лучше ветвились, главный корень прищепните на треть. Корень с помощью палочки или карандаша направьте его в углубление, предварительно сделанное в почве. Заглубляйте сеньцы до семидольных листьев. Ну, то есть заглублять одинаково пишут. А здесь указано на треть, надо обрезать. Я полагаю, нужно провести опыт. Вот здесь вот у меня томаты, индетерминатные, один сорт, называется пёстрый. Они покрупнее, чем черри, очень обильные, удаются в каждый год. И вот я так бросила семена, и взошло нечаянно четыре. Вот этот вот по центру томатик, я его оставлю, я его не буду трогать. Он у нас будет с неукороченным корешочком, в отличие от всех остальных. И он будет развиваться так, как хочет. Я называю пёстрым его, потому что он поначалу такой немножечко пёстренький, потом становится красный. Распикирую вот сюда, вот в эту плошечку. Я подцепляю, надо сказать, что вот эти томаты, они в менее выгодном положении. Вот. И укорачиваю на треть. Треть. Кладу. Земля у меня тут увлажнена. Так. И третий. Придавливаю чуть-чуть. Есть такой опыт, когда обрезают всю корневую систему. В этом случае томат задерживается с плодоношением примерно на неделю-десять дней. У него ниже ярус плодов. Ну, в принципе, а зачем так делать? Ну, хочется, пожалуйста, делайте. Посмотрим, какие из томатов начнут плодоносить раньше. И об этом я вам, конечно же, расскажу. Ну, вот сейчас начинаем этот опыт. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok